По поводу аутсорсинга, вот я слышал, что вам администрация говорит, что это единственный выход, да? А чем они обосновывают? Тем, что денег нет у него. То есть они предлагают терять денег больше? Да, денег больше, но не поразоваться. Они обосновывают аутсорсинг денег на обновление аутсорсинга. Они, естественно, аутсорсинг, это будет панасей для способов на обновлении нового аутсорсинга. Ну, на самом деле, дело в том, что с аутсорсингом я несколько лет назад был предпринимателем и как раз аутсорсингом занимался. И я вот как раз сначала писал по этой теме, что вам что предлагают. Вот сейчас идет затрата службы скорой помощи на машины, на водителей. Вот в случае аутсорсинга эти затраты просто вырастут, сто процентов. То есть это, что бы они ни говорили, они говорят, что нет денег на обновление. Но коммерсант, который машины будет предоставлять, он эти деньги откуда-то взял? У нас есть вариант требовать от администрации города, чтобы они дали деньги на обновление автопарка. Это, в принципе, их задача. Это, в принципе, их задача. Ну, поэтому писать письма, обращения с требованием, что деньги на обновление автопарка направятся от правительства области, там, как хотят, пусть от правительства России. Потому что на самом деле это более дешевый вариант для службы скорой помощи, для правительства этот вариант дешевый. Потому что коммерсант, он либо точно так же получит деньги от правительства, в лучшем случае, либо он получит деньги от банка кредитные. И проценту по кредиту все равно будет платить вы из службы скорой помощи. У него больше поступлений нет. Вы каким образом? То есть, служба скорой помощи перечисляет ему деньги за услугу, а вам он платит меньше, чем вы зарабатываете. Каким образом он может сделать еще? Он может убрать белую зарплату. Вот я понимаю, сейчас в муниципальных предприятиях зарплата белая. Вот белая у вас будет 3000. И по договору вы все напишите заявление, что вы работаете там на четверть ставки, что там 3 часа в день, не более того. На самом деле будете херачить, как положено, в сутки. А человек, то есть, он везде по всей налоговым этим отчетам пропишет, что вы все работаете на четверть ставки. Налоги будут идти с этой суммы. Больничные будут идти с этой суммы. Отпускные с этой суммы? Отпускные с этой суммы, да. Но у нас было такое, что да, официальные есть, но отпускные не платят. Он прямо официально, хозяин говорит, отпускные я вам платить не буду. Больничные я вам платить не буду. И вот таким прямо официально говорит, хотите устраивайтесь, хотите не устраивайтесь. Условия вот такие. Естественно, когда человек устраивается, он с этим соглашается, а потом никаких действий не предпринимает. То есть, терпит эти условия. А для нас зачем, для нормального человека, зачем идти сознательно на улучшение условий? Это неправильно. Сейчас пока можно предпринять какие действия? То есть, начать шуметь в информационном поле, пока решение, так понимаю, не принято. Они пока все это вот подготавливают. Пока документы. Да, пока они готовят документы, чем сильнее будет шум, чем сильнее будет общественный протест, тем больше шансов, что вот это вот отобьем. Тем более, уже позитивный опыт есть, что это отбили. По поводу, вот очень правильно человек сказал, что да, будет постоянно говориться. Вот у вас несколько разных подстанций, вам всем будут говорить, что вот там все согласились. Вы вообще последние. Вы вообще последние, кто соглашается. Все уже идут, они все в шоколаде. Они, у них уже все ништяк, они все уже, блин, там, чуть ли не на мерседесах ездят. Да, вот вы самый последний, кто вот оттенит. Еще можно сказать, какая есть уловка, она была в Украина, что я знаю, уловка и других регионов. Дело в том, что сейчас в ходу дорогу соглашается, в который сейчас в ходу дорогу тоже все возможно переводится, государственную структуру калиническую переводом в единицу в Афине. То есть будут предлагать, можно перейдете переводом, переводом сократят, тот же трудовой договор у вас остается. То есть они будут говорить, тот же самый трудовой договор, вы ничего не потеряете. Это тоже возможно будет. Но поверьте, в совместности с тем же самым законом, что там, новая работа, да, в течение 3 месяца, обязательно включить с вами новое трудовое соглашение, новый трудовой договор. А что будет в том договоре, ребят, мы уже не знаем. А там скажут, либо все, а там все, а там все. И вы не захотите, не бойтесь, не бойтесь, все, и доставайтесь опять по сокращению на самую станцию денег. Ваши хитрость очень много, если вы не платите, не приглашаться ни на что. Ничто не напишет, и на что вы приглашаете. Потому что вы в поле всех по сокращению, нужно опросить вашу денег на эту тему сейчас, с вашей хитростью. Да, у вас более лучший вариант, потому что я с такой схемой сталкивался здесь, в Самаре, пассажир автотранса. Да, 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 который тоже сам. То есть там транспортное предприятие, они с чего начали? Они, администрация запустила коммерсанта, дала ему самые прибыльные маршруты. Получилось, что пассажир автотранс, муниципальное предприятие, до этого прекрасно существовало, у него была какая-то маленькая прибыль. Ну, относительно, скажем, маленькая. Появляются коммерсанты, забирают самые сладкие сахарные маршруты. То есть у него ездит там три маршрута, и он получает прибыль, там, несвизмеримую с его затратами. А эта прибыль, она теряется пассажир автотрансом. То есть получается, что огромное предприятие, оно, хоп, и сразу уходит в убыток. Оно пошло в убыток, оно накапливает долги, им говорят, да, ребята, вы банкроты. То есть не говорят о том, что сама администрация города создала эту ситуацию, чтобы вам банкротить. Да, они говорят, вы банкроты, решений никаких нет. Единственный вариант, вот вы сейчас все уходите работать к этому коммерсанту, он уже там закупает новые автобусы, вот он сейчас все это будет работать. И дело в том, что банкроте это предприятие, они в конце концов его просто кинули. То есть они не стали сокращать людей по закону. То есть сначала я предлагал сохранить предприятие, начать бороться за это дело. Но получилось, что лидер самого коллектива, ему, я не знаю, то есть или проплатили, или запугали, но он перестал бороться. Я сейчас, честно, даже не помню имени, да. Вот я помню, что я с ним подходил, я говорю, если у вас есть цель сохранить предприятие, все кричали, да, да, есть. Я говорю, давайте мы на это самое, скоординируем действия и сделаем все, чтобы предприятие сохранить. Пока оно действовало, пока был коллектив, настроенный на борьбу, их можно было сделать. Но потом все, никаких звонков, никаких действий с их стороны, то есть все, люди уже были рады, что им просто компенсацию по сокращению дадут. А зачем их сокращать, если автотранспорт был переведен коммерсанту, если все, чем платил пассажир автотранспорт, был за долги переведен этому коммерсанту, на предприятии только люди зависли. И все, их бросили, сказали, ну, что хотите. Хотите, оставайтесь здесь, подустроенным зарплату платить нечем, долги, все. То есть их просто бросили. У вас ситуация другая, если вы трудоустроенный в службе скорой помощи, ее обанкротить никто не может. То есть кинуть вас таким образом, без выплаты, положенных по сокращению, положенных законом средств, вас не могут. А как средний заклад или оклад? Средний, а третий за последний два года. То есть последний месяц? Нет, 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 за год или за два? Потому что разговоры все, как бы, средний оклад. Нет, 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 средний заклад. По трудовому кодексу, посмотрите, там везде стоит от средней оплаты, не оклада, а от средней оплаты по труду, то есть сколько вы получаете. Поэтому здесь, да, ну как минимум за два месяца они должны заплатить. То есть вам, хотя это смотря с какой точки зрения, если коммерсанту сильно-сильно это будет нужно, он будет проплачивать. В таких учреждениях, как медицина, как образование, очень сильно администрация не любит общественного резонанса. То есть чем сильнее будет шум средств массовой информации, тем больше шансов, то есть что они скажут, нет, мы ничего вообще этого не планировали, ничего этого не было, этого и вообще не знаю, что вы думали. И будут пытаться рассосать это делал таким образом. Но единственный вариант это без большого коллектива, без сплоченных коллективных действий, ничего там, средства массовой информации, они сами не порешают. То есть всегда есть, скажем, у кого крепче нервы, если вы, понятно становится, что вы начинаете активные коллективные действия, им придется соглашаться. То есть у них нет, у них силы переломить сплоченный коллектив. Тельман сказал, один палец можно сломать, а пять пальцев от кулак. Вот получается, что, да, сплоченный коллектив про Петрозаводска, кто слышал? Вот у них итальянская забастовка, да, у них там главврач что-то пытался лепетать на эту тему, раз поговорил, два поговорил, насчет его разговоров были выпущены пара роликов, его все затроллили, ну, это самое, человека сняли, то есть он по собственному желанию написал, вот, и это, это можно сказать, это закономерно. То есть такие случаи у авиадиспетчеров, вот у них тоже ситуация такая, бастовать нельзя, им даже голодать запретили. То есть у них медосмотр перед работой, потому что если вдруг что случилось, там самолет упадет, то есть у них медосмотр, они начали с вами действиями, то есть как не выходить на работу, вроде пришел, но чтобы тебя не допустили, они начали голодать перед работой, естественно у них там скачки давления, все такое, и их допуск на работу никто не получает. Вот, естественно, аэропорты перестали работать. Вот, по суду, по суду, диспетчерам запретили голодать, они стали переедать, и у них все равно не допуск работать, потому что все равно скачет давление, все равно медосмотр они все равно не проходят. Вот, потом они стали что делать? Ну, профсоюзный забег на километр перед прохождением медосмотра. Все раз, пробежались, толпой пришли на медосмотр, их проверяют, у них там зашкаливает пульс, там опять же давление, то есть они опять не проходят медосмотр. То есть медленно его... А то же это можно сделать, наверное, законно. Если вот еще сами говорят, механики, люди, которые выпускают машины, тут не надо доставать, тут один днем просто, каждую машину посмотреть, как холодно, как главенки, а ты никому... Я думаю, надо не выйти, то есть они встанут и все. Мы вырабатываем свои часы вместе, у нас остается день-два месяца, два за семь дней. Закон... Ну, пожалуйста, ребят, ну... Просто у нас вообще-то все делать. Надо делать все вместе. Все, все механики нас поддерживают, нас, например, не поддерживают нас. И как же вы сказали, механики, вы не извините, за мной, в воздушке, на своем опыте ниже, чем наше. Здесь надо кому-то очень хорошо, с подвешенным языком поговорить с механиками. Если получится, перетянуть их на свою сторону, будет хорошо. Но, смотрите, мы сейчас, мы сейчас немножко не успеваем, мы сейчас немножко не успеваем, но готовится школа профсоюзных инспекторов по охране труда. То есть можно будет подготовить инспектора здесь, в Самаре, который, приходя на ваши рабочие места, будет говорить. То есть вот он прошел, смотрел машину, написал акт, машина для работы непригодна. То есть работать в этом рабочем месте нельзя. И вы сидите с постановлением, что вам инспектор по охране труда запретил использовать эту работу. Машину. А вот по закону, оказывается, нельзя не пустить профсоюзного инспектора труда на рабочее место члена профсоюза. То есть ему, да, могут сказать, ну, ребята, вы наш закон нарушаете. То есть здесь такое не прокатит. По поводу механики я вам хочу сказать, что вы надеетесь на то, что механика с вами будет, но он с вами не будет по-любому, он человек руководитель. А вот вы, личник, от водителя, выезжая на неисправном автомобиле, вы уже не все для ответственности. Это вы должны понимать. Чтобы этого не происходило, вам самим достаточно это так написать, о котором мы сейчас разговариваем, не обязательно какого-то специально обученного человека ждать. Нужно вам самим поучиться, то есть мы можем тоже помочь в этом процессе. То есть как написать это так, что есть неисправности, из-за которой я, как водитель, не буду выезжать на этом автомобиле. И это так, два человека, еще трое подписались и предоставили, ну, если не механика, значит канцелярию подростку. Но не берут они так, ну, значит, точно посылают. То есть, ну, заказывают, раз, один, раз, один, два, четыре, я не могу выезжать на неисправном автомобиле. Перечискиваю все неисправности и не выезжаете. А вам, а вам не надо ждать, пока он дойдет. Если автомобиль неисправен, по закону вам запрещено работать с нарушением техники безопасности. То есть это запрещено законом. Если механик выпускает, но вы точно видите, что автомобиль неисправен. Значит, составляете акт, в акте подписываются три человека, после этого эти акты отправляются в инспекцию, то есть в продовую инспекцию, в прокуратуру. В прокуратуру они отправляются на каком основании? А потому что в наличии преступления, то есть преступная халатность, которая угрожает жизни людей. Вас как водителя, пациента, которого вы везете, медперсонал, который находится в машине, и не дай бог вы в кого-то врежетесь в этот момент. То есть эта преступная халатность, она угрожает жизни людей. То есть вы акт составили и отправляете его по нескольким инстанциям. И в саму организацию, то есть механику, главврачу тоже отправляете. И с этого момента вы можете не выполнять, не ездить на неисправной машине. Да. То есть при этом человеке неправильно, то чего это делать? Это давление на... Аутсорсинг, аутсорсинг это не машины. Аутсорсинг это не машины. Аутсорсинг это персонал. Если у них нет машин, пусть арендуют. У того же коммерсанта. Элементарно. Вам не надо в данном случае переходить к нему на работу. Аутсорсинг это не аренда машин. Аутсорсинг это аренда персонала. То есть рабочих, выполняющих определенные функции. Вот в чем дело. Поэтому они пытаются вам, внимание, одно другим подменить. Им не надо вас переводить, чтобы получить машины от этого коммерсанта. Хотят они его покормить. Черт с ним будет кормить. Пускай арендуют у него эти машины и на них работаете. Будут хорошие машины, и все от этого выиграют. Аутсорсинг по определению это аренда персонала. Аренда заемный труд. Это вот заемный труд. Они как бы что делают? Как якобы это объясняют. То есть вы получаете зарплату, у них есть определенный расход средств. Вот на аутсорсинг для чего люди перевозят? Они за счет налога на зарплату, то есть пенсионный и так далее, то есть все социальные налоги, они же сверху на зарплату платят. Подоходный с зарплатой вычитается. Вот. А остальные платятся сверху. Вот чтобы это сэкономить, они как бы нанимают, то есть заключают договор с фирмой аутсорсинг, которая принимает в оплату ту ставку, которую вы получали на руки. Но это якобы. На самом деле, что происходит? Зачем предпринимателю терять деньги? Он же просто так не будет работать. Значит, он начнет, во-первых, с вас откручивать. То есть вам зарплату будет понижать. Вам зарплату понижать, то есть уводить ее в черную серую. В следующем случае, как только он начинает предоставлять услуги для скорой помощи, у скорой помощи своих машин нет, и нету в Самаре другого человека с машинами скорой помощи. Он становится монополистом, и он поднимает цены, пытаться обосновать выигрышем, это только для дискуссаров. Потому что он сразу, при стечении года, начнет поднимать цены, у них все равно расход увеличится. Для чего это делается? Это просто распил бюджета. Просто распил бюджета, чтобы мы все это понимали. И, кстати, как одно из силовых методов давления на администрацию, можно писать в прокуратуру, что вот смотрите, это совершенно ясно неэффективное экономическое решение. То есть здесь и работники страдают, и муниципалитет тоже страдает, потому что через какое-то время он будет вынужден платить больше. аутсорсер, он на какие шиши купил эту новую машину? Он все равно это будет. Так, ну нам надо будет самим писать или через... А вот профсоюз имеет такую возможность, да, то есть как представитель коллектива, он имеет такую возможность писать от имени коллектива. То есть не... Если профсоюза нет, тогда прокуратура коллективные обращения не рассматривает. А профсоюз это организация, то есть это не коллектив, а организация. То есть она, прокуратура будет говорить, нет, пишите каждый отдельно. Каждый отдельно, это, во-первых, сама прокуратура повесится, там если будут тысячи заявлений, да, во-вторых, с людей столько заявлений забрать, это нехорошо. А так профсоюз спокойно пишет заявление. Где вы хотите будете, как найти его? Профсоюз? Нет. Вот он сидит. Ты меня понял, если что? Таким исключением руководства никого чужих не впускать. Он зашипывал. Я не слышал. Я не знаю, что я не слышал. Я не слышал. То, что не будет у вас и федшировок родителям, это я слышал. Сегодня вашей приездом работал, что за ним никакой. Послушайте, когда у вас силы появятся, они вам сами кабинет платят, лишь бы только вы... Ну, на п***ю фотографию, если не видите, то френ заобьерился кабинет. А что, давайте поговорим? Администрация, когда оставила кабинет. Да. То есть официально администрация медицинской, скажем, вот этого... Здоровья. Мы пишем заявление, вот, да, что он через профсоюз. И все профсоюзы делают. Вы пишите заявление о вступлении в профсоюз. Вот. Следующее, что от вас требуется? Это поддержка тех рекомендаций, которые профсоюз дает. То есть, когда профсоюз говорит, ребята, вот нужно организовать такие-то, такие-то действия, это надо сделать. потому что, если... То есть, бывают такие случаи, профсоюз, в нем там много-много людей, а когда начинается действительно переговорный процесс с администрацией, администрация там иногда главврача ставит просто между молотом и накованием, ему деваться некуда. Он не может пойти на ваши условия, потому что ему это просто запрещено. и вот этот момент он просто на все предложения отказывается. Говорит, я не могу этого сделать, у меня нет денег, ну нет у меня средств, ну не могу я этого сделать, я вот полностью вас поддерживаю, но ничего не могу сделать. Вот в этот момент, как только профсоюз переходит, то есть, есть три направления деятельности, информационная, юридическая и коллективная. Вот информационная она читала уже сейчас, и она развивается, юридическое это заявление во все инстанции, то есть там трудовая инспекция, прокуратура, администрация города там по медицинскому направлению, то есть это вот юридические заявления. И коллективные действия, вот коллективные действия, раз, и у вас случайно все машины поломались. Ну случайно так получилось, но теория вероятности не отвергает такого развития. Садится аксессором, просто не выезжает. Вот, вот, то есть вот, ну вот, раз и поломались, ну вот, что-то не получается. А прокуратура в этих действиях собакашни может найти? Прокуратура, на каком осмотре? Вы пишете в прокуратуру сначала заявление. Вы же говорили насчет актов. Акты оставляют. Неисправлен автомобиль, я не могу выезжать. Да, оставляйте акты, и эти акты прикладываются к заявлению и в прокуратуру и в прокуратуру в том числе. То есть, вы доказываете свое положение, свою позицию, вы документально доказываете. Самое смешное, что, к примеру, в Казани крановщики, когда забастовали, они забастовали как раз по технике безопасности. Проехала комиссия по технике безопасности, и большинство кранов в аварийном состоянии. Признали нормальными. То есть, не, можно работать. Так вот, если бы было правильно все оформлено, то у вас, то есть, у кранщиков, был бы акт до прохождения комиссии, а потом комиссия прошла, они опять же пришли и сказали, да что, ничего же неисправлено, что они, то есть, пишем в прокуратуру заявление о преступлении, о том, что это мошенничество, скорее всего, кто-то там заплатил, что аварийные краны признали и, да, работоспособным. Это уже задача следствия, они будут разбирать, кто там... Да, да, то есть, ваша задача просто написать о совершившемся преступлении, что была комиссия и аварийный кран признали нормальным. То есть, здесь вот ваше правильное, грамотное поведение, оно здорово очень прошибает. То есть, после такого обращения, я вам точно гарантирую, что вторая комиссия по технике безопасности найдет все нарушения абсолютно, какие там были и сама уже официально напишет запрет использования. Потому что я уже с таким сталкивался, были у меня такие ситуации, когда вот в торговом центре пожарник приходит проверять и говорит вот это короче не устраните за две недели, я закрою центр. Там идет и вот у него список. Он говорит ну давай мы тебе сейчас денег дадим. Он говорит и чего? В тюрьме мне ваши деньги не нужны. То есть, человек, который знает, что предыдущего посадили за это дело, он точно не возьмет. Потому что ему хочется жить дома. Еще можно вопрос? Да. У нас какая-нибудь какая-нибудь юридическая поддержка есть, то человек разбирающийся на юридическую эти направления. Юридическую поддержку очень не сможет. А целый профессиональный действий? Нет, я не человеку, видно, который разбирается вот в этих секунд. Туда, будет под их сетей. Есть, есть люди, не один. Просто дело в том, вот сейчас люди работают, да, вы уже восьмом году будете ли, да, все дети, не там, детей, все хочет. Мы делали это от себя. Лично я, вот, Диман, вы поступали у нас по телеппоказе. Но все это закончилось ничем потому, что если от себя нас никто юридически не поддержал. Все правильно. Все правильно. Я вам хочу сказать, если так будет юридический правиль создать какой-нибудь обращение, то есть. Я наблюдаю сейчас то, что происходит в Пензе, в Уфе, в Петрозаводске. Юрист, профсоюзный юрист действия, он юрист, наверное, выше категории, вообще, то есть, один из, наверное, пяти или десяти лучших в России. То есть, это фамилия такая запоминающаяся манзя. Анастасия. Вот. Она делает настолько все скрупулезно, не подточить вообще, то есть, комар нос не подточить. Кроме того, есть юристы у нас в фонде рабочей академии. если будет нужна, если она не будет успевать что-то, какие-то делать, действия, какие-то обращения готовить, мы поможем без вопросов. у нас раскрою вот простую простую схему. Мы, во-первых, медицина, она бьет по каждому человеку в стране в принципе. То есть, это у кого-то родители старые, да, скоро я не приехала вовремя, не дай бог. У кого-то дети, у кого-то дети, скоро я. То есть, это, это, конечно, затрагивает всех. Но, кроме того, успешные действия вот профсоюза в регионе, они поднимают профсоюзную волну в регионе очень сильно. Если посмотреть во Всеворске, вот, завод Форд, когда они устраивали забастовку, там доходило до того, что продавцы в магазинах говорят, что-то у нас зарплата низкая, надо же бастовать. То есть, вот весь регион, он был на это готов. Можно было подходить, говорить, давайте, собираемся и поднимаем зарплату. А поднимаем зарплату, это бьет единственное, по кому это бьет, это по бужу. Подняли зарплату у продавцов продуктовых, сегодня 60 рублей продуктов больше покупают, одежду больше покупают. То есть, у меня вся жизнь в городе начинает бурлить, экономика начинает бурлить, это для людей лучше. Единственное, кому хуже, это вот тем, кто эти деньги себе в карман раньше плал. Вот так вот. Поэтому сейчас у нас цель собрания была какая. цель собрания, ребят, я хотела всех объединить, как бы водители и фельдшеров, нам надо объединяться, потому что говорили, сейчас проблема, конечно, главный аутсорсинг, я вижу тенденцию такую, что у нас водители больше, чем фельдшеров. Вопрос в том, что по фельдшерам у нас сняли конкурс, у нас реально его украли. Было 42, а стало 95. И на это тоже можно дать ответ, потому что люди в Уфе его объявили. То есть нужно проводить внеплановую сону. Для этого надо писать иску трудовую инспекцию. А я тебе объясню. Объясняют тем, я же была у Пастушка, у Малахова, объясняют это тем, что сейчас у нас государство установило новые нормы вредности. Но это неправда. То есть допустим раньше вибрация была 80 дБ, там шум был столько-то, а сейчас он стал меньше. То есть допустимый уровень снизился. Поэтому у нас как бы сейчас правительством положено дополнительный отпуск от 7 дней. Вот этот 7 дней к 28 и пристегнули. А 7 остальные, которые у нас были, у нас же было 28, 14, 14, их сейчас нету. Меня пастушок уверяет, что если мы будем куда-то обращаться, мы этот суд проиграем. Но в то же время другие города, они же выиграли, они же как бы увеличились. Это я слышала, что Божик выпивал, но потом что случилось, никаких постановлений других не было. Не было никаких постановлений. Это просто, я вам объясню, это опять-таки коллективный договор, который был написан в момент чемпионата. Людям вот на нашей подстанции мне все говорят, подписан был следующим образом. Людям угрожали, угрожали даже то, что они будут уволены, подпишите коллективный договор, но это наш документ, вы должны его читать, во-первых, там 75 страниц, которые надо потратить время, но прочитать. И там все оговорено, наши отпуска, наши премии, фонд оплаты труда, все это там. А теперь, конечно, они мотивируют тем, что у нас это подписано, то подписано, у нас все это документировано, а мы сидим с этими отпусками. Просто я говорю, УФА еще раз говорю, давайте подумаем, фельдшера, кто подпишется под этим, и будем выставлять требования с проведением внеплановой согнуты. Давайте будем это делать. Потому что я, если буду делать это тоже, Божик же был представителем профсоюза какого-то, правильно? Думаю, он месяц в воду был. Вот. А я-то просто человек, ну вот я просто вот меня вот честно достало уже на втором месте работы. И вот на все было, и он начал бодаться. Вот, смотрите, развитие ситуации какой может быть. То есть одно направление это юридическое, соулт, второе направление, если вы, вот сейчас Кенза собрала больше 50% коллектива, они сейчас выходят на заключение коллективного договора, своего собственного. Вот если в Самаре собираются больше 50% коллектива, вы точно так же можете выходить на заключение коллективного договора, если сейчас срок данного коллективного договора не закончился, можно писать дополнительное соглашение, прописывать дополнительное соглашение и смотрите, вот в коллективном договоре вас никто ничем не ограничивает, никаких законов, которые вы говорили бы, что вы не имеете права требовать повышения зарплаты, нет, никаких законов, говорящих, что вы не имеете права требовать дополнительного отпуска, нет, то есть улучшать условия вы можете как вам угодно, насколько вы их прольете, без повышения зарплаты, без снижения нагрузки по условиям труда, то есть рабочей нагрузки, никакие другие они не спасут, то есть нельзя так сделать, что вы 11 месяцев хреначите с двойной переработкой и потом за месяц себя пришли, не придет, такого не получится, то есть у вас задача такая, чтобы вы работали, меньше, чем было до этого, например, может быть настраиваться на советские нормы, может быть снижать эти нормы, вот, это все закладу поднимите, у вас спокойно это все пройдет, то есть вам единственное, что мешает меньше работать, это желание больше получать, правильно? Да. Поэтому давайте больше получать, меньше работать. по поводу того, что сейчас вам перед шаром говорят 23 минут на вызов вы должны затрасти в среднем, ни хрена этого нет в нормативе. у меня думал, что они готовы, иногда не у меня остальные у меня она сделана с Hazard из вас его, еще меня подалось Альве Сапилуна Я хочу брать объяснительную, почему я в стационаре нахожусь на 15 минут, а 22 минуты. Тот же самый мастер-шок работает, здоровый в семье. Приезжал как Порсенок Режный, когда его Петр Михайлович Линк заставлял его 15 минут в стабильном засудке. Он залез сам лично из интернета, он и мы с ним потом приезжали. Он залез в интернете, слушайте, залез. Я не помню, очень с какого года. Это учитывая то, что у нас на Патистанках, вот на нашем патистанке Петр Михайлович Линк был 15 лет, и он был 18 лет. Сейчас у нас, я задавала вопросу как раз Патистанку, да у нас поселение уменьшилось. Почему у нас на данный момент летом проводят 5-6 дригад, а зимово, дай Бог, если день дригад? Я говорю, у нас что, уменьшилось? У нас времени уменьшилось. На пусках даже увеличилось получается. У нас по 1000 жанров грамм, а сейчас и здесь. У нас интересный вариант, то что наши требования в коллективный договор, мы можем вообще не обозначить. Да. Вот как левая нога захотела. Вот, образно. Есть у вас зарплат, сейчас 20 или там 25, он требует 70. Говорю, 70 никто не даст. Ну что с ним не даст? До ползинника можно откатиться. А разве это плохо? Да. Это очень плохо. Даже если вы там откатитесь до 40, до 37. Но второе самое главное, это ежегодное повышение высшего уровня инфляции. Вот, много можно отдать, но ежегодное повышение высшего уровня инфляции надо отстоять любыми путями. Вот. Отстояя это, у вас за 3-4 года зарплата вылезет в более-менее приемлемую норму. Вот. Дальше. Рабочий день. Ночная работа вообще это вредность, высокого уровня вредность. Если она у вас есть, значит надо добиваться того, чтобы были большие доплаты, были сокращенные ночные. Вообще-то не вредность, потому что в 80-е годы, как я начинаю в 80-е годы, потому что в 80-е годы, когда наш профсоюз провал, то есть там в предыдущем, правда, он не нужно посетить все их профсоюзы. И он развивался с того, чтобы нам на сборной помощи платили не теперь, не как дневную норму 1 к 1, а в тайном размере. Мы это выиграли. Мы с этим этим рупением все это выиграли. У действия, я боюсь соврать, сейчас какой-то из региональных профсоюзов, из региональных первичек добился стопроцентной доплаты. В Перми, что интересно произошло, у них так развивалась борьба, что у них нет еще коллективного договора, но у них администрация все требования подписала. В Тольятти была такая же ситуация, когда под угрозой итальянской забастовки, вот это тоже очень интересно, очень грамотно, профсоюз действия себя зарекомендовал тем, что он будет бить. И когда вы выписывают, что вот наши требования, вот если вы их не подписываете, через 3 недели мы начинаем итальянскую забастовку. Вот на последний день, по-моему, 1 августа должна была у них начаться итальянская забастовка, там 29 или 30 июля, им все требования подписали. После этого началось давление, но требования все равно подписали. А дальше уже, ну давление есть, вы плюшки уже получили, а дальше их надо защищать. Если профсоюз мощный, то есть сплоченный, он отобьет любые нападения. Но надо знать, что вот что происходит, вот вы говорите, в 80-е годы или раньше, вот добились улучшения, да? Но все равно их будут давить, чтобы это все отменить. Как только профсоюз расслабился, все это сразу потекло, 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 и там отпуск убрали, там 2 дня, там 3 дня, там какие-то... Вот, причем это откручивается очень интересно, какие-то реорганизации, какая-то новая оплата труда вводится, там, новая схема, там, приходят на вам собрание, собирают, говорят, мы теперь будем получать по-другому, вам будет всем лучше. Сразу можно говорить, сейчас нам урежут зарплату. Если вы меня, потому что я увидел, вот никто не все читал, в принципе, этот вопрос. Какой почтал, как Даня и Дартрина, мы тут раз что-то начали качать, я не помню, полный голубодат. А какой, вот, что имя, вот этот, вот этот, вот этот владельный листочек, вообще не найдешь, мне есть договор, вообще там, забрали бы это, конечно. Сейчас, сейчас опираться на их неколицинный договор, это не... Нет, ну, вы должны свой писать сами, садиться, собираться и прописывать этот договор своих листочков. Он, конечно же был, но раздайте нам почитать. Так он нам пристроен, чуть ли не потом будет, вот так, социалов с основной бумажкой, чтобы мы почитали тот куб, который интересует... Как же я не догадываюсь, поверьте, что надо смотреть на дабылочку. Безболезно, на сэк, на сэк, на приеду. Вот свой, там, этот, проход. Мы к нему, вот так вот, по другому... Анекдот, хотите, расскажу. У нас Григорий Вячеславович Бобинов вот в Питере. Он работает с коллективным договором, тема с той администрации. когда свой составлял представляете ситуацию я беру колдоговор администрации я с ним работаю какое-то время возвращаю и через буквально неделю-две нужно взять еще раз я его беру, открывали а так руки он так руками развел а как? на что опираться? ему буквально посмотрели наверное сделали вывод что-то не то там написано он берет и открывает там другие листы то есть опираться на договор который подписала администрация от вашего имени это нереально вообще докеры вынуждали то есть они прописывали в договоре коллективном что администрация за свой счет печатает тираж полдоговора на каждого работника чтобы хватало да ведь так поедите ведь в каждой работе должен подпискать трудовой договор а перед тем как подпись это нужно прочитать что администрация трудовой и коллективный это разные нет вот никто не подписывал компрямление договора нет потому что коллективный договор товарищи коллективный договор от слова коллектив то есть его подписывают либо представители коллектива и администрация либо профсоюз и администрация представители наши подстанции кто или коллективная или подписала или коллективная кто у нас кто у нас я вот последний раз когда я встречала в протоколе за работу он дать все роботы в 13-16 годы вот это промежуток значит я говорю а где вот в 19-й год я почему-то хотела у коллективных захотели у коллективных для воров хорошее есть свойство для кого как для кого хорошее для кого плохое если его заключили на 3 года если перезаключение не происходит он продляется автоматически то есть вы могли то есть в этом году получается что в 16-й это в 19-й то есть 3 года ни с двух ни с двух ну вот они рассчитывают если их все устраивает они рассчитывают автоматически его продлить еще на 3 года я вот сейчас я и тот момент поймала когда только в прошлом году вот это договор проектированный они выпустили как бы я там в детстве чем я этот договор сутки выпустили я читала у меня детка что я там не увидел ни одного объясни по какой причине снежного это снежного вы помните когда они при этом правкон собирал всех всех спастанцев собрались в определенный день но когда начали им задавать вопросы они не на один вопрос полномодействия не могли почему у нас упали зарплату почему у нас упали обзор почему мы это то есть 30 ничего не смотрели они сказали что мы это все пересмотрим и назначим другой день назначен другой день пришел один человек отправка фона подписали спросили кто согласен я согласен он подписал все замечательно потому что что все которые кто были и поставили вот эти звуки это да это все правило просто я про это товарищи я предлагаю заявить о себе как побыстрее собираться нам всем скомпоноваться побольше человек и заявлять как профсоюз я могу сказать вот 5 или 6 числа декабря можно всем собрать и приезжать представители из Москвы то есть как бы тоже будет вот такая беседа можно собраться и просто побеседовать это надо реально собираться мы профсоюз у нас количество людей есть уже не знаем сколько пока улыбоды вот спросим как правильно запросить это вообще данные на их профсоюз ну количества людей вот и будем то есть на это операцию уже у вас не была только одна работа можно эту работу найти вам повысили пенсионный возраст все это повысили вас вам работу потерять никак нельзя а многие понятны что вот я сейчас это подпишу и меня уволят было бы за что значит надо объяснять что профсоюз защищает своих членов очень многие на нашей подстанции вот я говорю это фельдшера водители кто подал тот и подал так Елена Валентиновна будете вступать в действие откручу башку она же так встречалась она такое там такое а фельдшерам она прям промыла мозги хорошо и людям которым я дала заявление согласен они до сих пор думают они его не отдали на нашей подстанции все говорят то что многие из меня только заведующие начинают говорить то что я дурак и не слушайте его по поводу инспекции по поводу одеты по поводу всему всего повышения вредности за ВИЧ гепатит у нас это все есть да конечно я был один у меня пришел отказ но по поводу одежды нет вроде как надо собирать жить наверное поведен да от видашки знаешь какое у меня сейчас предложение у нас здесь от всех подстанций люди есть а везде есть ячейка ячейка профсоюзная везде есть в смысле какая профсоюзная профсоюзная ячейка сейчас у нас пока на 11 подстанции все другие подстанции мы извещаем закидываем документы пока самих ячейк вот да смотрите есть первичная профсоюзная организация вообще получается по самаре но на каждой подстанции должны быть представители профсоюза чтобы не было такой проблемы что в Нагировское человек не попал не может написать заявление вот то есть есть несколько человек там человека три есть на подстанции написали заявление вступили и ваша задача активно всех известить что есть профсоюз действия что он будет бороться за повышение зарплаты отмену амсорсинга повышение отпусков снижение нагрузки смотрите зарплату повысит если у вас количество штатных единиц проблем не будет то есть вы будете работать меньше вам не надо будет работать за себя и за того дядю который отсутствует вам будет намного легче намного порядков легче но за это надо драться за это надо идти разговаривать то есть как я начинал агитацию я сначала поговорил с людьми послушал понял что если я говорю слово профсоюз на меня сразу говорит уходи 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 ты посвят свят свят разговаривать мы не будем один профсоюз зависимый от него никто хорошего ничего не ждет второй был независимый но они совершили все возможные ошибки которые можно было совершить их в конце концов разгромили поэтому даже те кто хочет бороться они были типа нет это уже не наше а я начал подходить и говорить хорошо если мы людей соберем больше половины с требованием повышения зарплаты ты присоединишься человек ну человек дурак против денег да конечно присоединюсь ну все я ставлю галочку говорю присоединишься значит если ты готов поучаствовать в этой теме значит пиши заявление в профсоюз если не готов пиши доверенность что ты профсоюзу действия доверяешь отстаивания своих интересов собирается вот такую бумагу но при этом еще человеку говорите смотри вот коллектив будет действия предпринимать какие-то вот если мы ничего не делаем то у нас ничего не получится если мы делаем вместе как коллектив как все вместе тогда да тогда получится вот в данном случае надо понимать что профсоюз дает рекомендации когда что делать мы по подстанциям вот все должны эту информацию получить и все должны эту информацию принять то есть должна быть обратная связь готовы люди на итальянку идти или не готовы пойдут не пойдут какое количество пойдет вот как это будет защищено то есть вы каждый на своей подстанции должны знать как профсоюз защищает своих членов то есть членов своего профсоюза на самом деле такой защиты как у действия я еще пока нигде не встречал но это было у диспетчеров и у докеров довольно таки давно уже вот такого уровня грамотного поведения то есть как только вас вызывают разговаривать с администрацией вы чувствуете что какой-то непонятный разговор берете диктофон записываете разговор потом скидываете его на облако там Татьяне или так далее и одному никуда не надо ходить если кого-то будут вызывать сразу звонить пойдем вместе как-то или будем думать как нам идти вот то есть ситуация такая либо вы не афишируете что вы член профсоюза на вас пока нет давления если администрация понимает что вы член профсоюза и начинает на вас давление у вас должен быть на готове на готове должен быть диктофон то есть тихоря записали разговор никаких оповещений можно можно принимать принимать если выходотайство напишите то принимается если вы пишете для себя не для распространения вы никого не должны оповещать а вот смотрите какая логика если на вас осуществляется противозаконное давление как вы другим образом можете это доказать сейчас я вас запишу он будет молчать но давление это не исчезло давление это не исчезло то есть он будет пытаться что-то ваша задача вот если вы поймали если вы поймали на крючок сразу вы выиграете если вы покажете что вот то есть что такое сейчас я вас буду записывать это называется пальцы гнута в данном случае человек заткнется говорить ничего не будет но будет пытаться давить как-то другим образом не всегда более скажем удобным поэтому запись гаджеты есть у всех записали стихоря то есть заранее включили зашли поговорили вот на основе этих на основе этих бесед УФА и выигрывают суды то есть она предоставляет вот смотрите вот человек получил взыскание а вот буквально три дня назад на него оказывалось давление из-за того чтобы он вышел из профсоюза то есть это дискриминация члена профсоюза хлоп человек 10 тысяч на карман получил плохо что ли за эти вообще бананы за что нас решают вот этот отказ от вызова когда они говорят отказывайтесь от вызова в коем случае нельзя но можно в принципе я сделал я заболел но извиняюсь в 8 утра в 8 вечера не есть ни пить ни туалет сходить это как-то тоже не по-правильному ну отказываться 4-5 часов здесь вам надо в момент вам надо запросить рекомендацию по телефону я вставляю сентябрь и уже идет запись с диспетчера у нас бригада вернулась половине десятка на аэрооборот в кардюшнике была время было 5-8 мы заставили с кардюшника взять перевозку в ГП-8 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 не может быть вызов она съехать там не вызов а перевоз а в ГП-8 в ГП-8 в ГП-8 в ГП-8 вызов получил в рабочую реперту поступил Послушайте внимательно, чтобы вот этих не было непоняток, то есть запрашивайте официально инструкцию, как себя вести по отношению к вызовам, которые поступают в последние минуты там вам, или там, когда вы уже заканчиваете работу, то есть вот эта информация, она у вас у всех должна быть в виде памятки, и спокойно по ней потом работать. А можно ли еще, как мы с девчонками подсоюсь, чтобы сейчас приемные залог были на линии, хотя бы иногда, потому что какие вы залог принимаете? Я за последние сутки почесал 5 баллов, я, наверное, тоже инструкция, наверное, есть для этого. Как я сказала, что у них есть права на линии, из-за того, что у них нет допускного работника. Как их тогда допустили к данной работе, если у них нет вообще выживания. Сейчас вас больше, и сейчас вот Татьяна собрала вас всех здесь, и вот в этот важный момент нужно сейчас вот понять, что это коллектив. Если вы все сплочены, то вы сообща работаете. И если кого-то вызывает там на какой-то вызов, который по сути не должен быть, обращайтесь к механикам, к водителям, они говорят, у нас все машины сломаны, все. И никто никуда не едет. Все, пишите акт, у нас некомплектованность, то-то, то-то. Только никогда на словах это не заканчивать. То есть это всегда должен быть, должна быть бумага, должен быть акт. Короче, нужны инструкции на каждой пасаде, чтобы люди эти инструкции смотрели. Это можно сделать даже так. Вот есть активисты на подстанции, взяли, прошли, и эти бумаги все прошли. То есть просто впечатали, прошли, и всем раздали. Нужна знать инструкция, такого-то, раз смотришь, вот, ох, а у меня этого нету, извините. И просто учите, вы видите, которые вы... Прям пункты уделяете. Вот я на станции сейчас с вами тоже ребятами общаюсь, я не медик, не этот, но я вот в нашей теплоэнергетике работаю, слесаремонтник. У нас тоже та же самая ситуация. Вот вы сейчас рассказываете вещи, вот то же самое у нас точно. Поэтому как бы разница особая сильная, я даже не вижу. Вот только вы медики, у нас своя специфика. У нас также вот есть вредность. Есть вредность, но ее отменили. И то как это интересно получается. Мы работаем на оборудовании 70-х годов, там была вредность. Оборудование не поменяли, вредность убрали. Нормально. Так вот я говорю, что... Патюшка светился, скажите. Да, да, наверное, я не знаю. Вредность спонит. То есть вот этот момент, то, что вы здесь все собрались, механики, водители, фельдшера, и вам нужно понять, что вы за друг друга должны быть. Не по отдельности, по отдельности вас сожрут. Каждого. Вы сообща должны. Вы помогаете друг другу. Вы уже одно целое. И вот когда вы одно целое, вы побеждаете. Еще один вопрос можно сказать. Вот в центральной подстанции сегодня бы никого не было. Не пошли меня вчера на Кировскую подстанцию. Просто мы даже не знали, что будет ли это собрать. А мы что-нибудь тоже говорили. Ребят, я сколько закидывала документов, передайте... Не, не дайте. Я не слепой, не вошел. Может быть, может быть, может быть. Я вчера дежурила, и водитель был в курсе. И водитель был в курсе. И они должны были расписаться. Вот кто-то, да, кто-то, да, действует, кто-то нет. Вы им скажите так. Вы если будете агитировать их, скажите. Вот сейчас профсоюз растет. Сейчас большинство людей будет в профсоюзе. Администрация на вас упадет. Вся. Полностью. То есть людей тоже от страха подстегивают. Когда они понимают, что вот здесь вот люди защищены, а я без лап стою. Все. Они бегом в профсоюз будут вступать. Я так же на станции голову пространить. Демончик будет, что, если надо сделать. Да, значит, что происходит. Что происходит? Вот такая же группа, как у Травочей Самару. Вы создали? Конкретно по медикам Самарской области обстоят действия. И вот все новости. Получится, что все желающие, кто, скажем, не доходило до какой-то информации, как людей-то много, не доходит информации. Но человек, если заинтересовался, можно найти группу, можно найти контакты и потом выйти. Вся. В случае получится сказать контакты, куда зайти, чем обеседать. Вот это все сначала с концерта. Возможно, да. Я что хотел сказать. Вот вам не всем может быть видно, но когда мы полтора месяца назад встречались, нас было трое. Трое было, трое. Татьяна? Это полтора месяца назад. Полтора месяца назад. Вот смотрите, Пенза набрала 1053 человека за полгода. Они за 6 месяцев набрали больше 50% коллектива. То есть медиков давят очень сильно. И это одна из тех, вот сейчас, категории отраслей, которые очень откликаются на такие действия. То есть надо просто правильно пройти, правильно сказать, ребята, хотите больше зарплаты, хотите меньше работать, хотите, чтобы у вас здоровье было в порядке и вас никто не гнобил. Давайте вступайте, мы будем... То есть никаких глупых действий совершено не будет. гарантия, потому что есть уже позитивный опыт. Вот это самое важное, что позитивный опыт уже есть. Есть позитивный опыт. Он есть и негативный. По России много негативного опыта есть. И можно на него ссылаться. Посмотрите, вот там проиграли забастовку, здесь проиграли забастовку, здесь проиграли забастовку. У медиков действия таких сейчас ситуаций нет. То есть дожимают, доводят до нормального, до правильного положения вещей. И зная, как это сделать, зная, как правильно себя защитить, ну дураком быть, чтобы себе прибавку зарплаты не будет. Я в чате, вот, мы общаемся, я писал, объяснял, вот, когда я своим на станции мужикам рассказываю, что, знаете, ребят, надо что-то делать, нужно делать. Я говорю, медики у нас в городе встают. Медики говорят, да? Я говорю, да. И они начинают задумываться уже, люди. Они начинают задумываться. Мы вот этим примером вашим уже людей принимаем. У нас на всех подстанциях, по крайней мере на наших, если кто слышал, ну наши слышали, и распространяется такое мнение, что куда вы вступаете этот профсоюз Навального, это нельзя, это все. Никакого Навального здесь нет. Уже даже не было. Никакого Навального здесь нет. Абсолютно. Вот устав я просто отдала Елизаветской подстанции, устав, да, профсоюза. Это нормальный пустак. Причем наш профсоюз, который внутренний, самарский, да, я прочитала, вы к ним, как бы, это самое положение, что если люди в том профсоюзе состоять других профсоюзов, они не могут. А вот этот профсоюз... Это нарушение загона. Нет, серьезно. Там какой-то такой момент есть. А в этом профсоюзе, пожалуйста, состоите где хотите. Это по закону. Только наша старшая фельдшер стояла на входе на кермскую подстанцию и всех спрашивала, ты вступил в действие? А то смотри, башку вот так. Что такое? Надо было на камеру. А вы, 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 вы. Да. Да. А вот так. Здесь некоторые, то есть разные могут быть пути, можно честно говорить, нет, не вступил. А я и говорю, многие взяли заявление, Максим, понимаете, и сейчас они мне его не пишут. Я говорю, девчонки, да напишите, дайте мне его, я дома его спрячу. Спрячу, но это будет ваш голос. Ну, да, наверное, бояться, понятно, что бояться. А кто узнает, я и не пойду рассказывать. Смотрите, смотрите, у нас, когда докеры выходили на забастовку, то есть были переговоры о коллективном договоре, они, у них прокуратура приходила и требовала списки, кто состоит в прошломе, да, членов профсоюза. А по закону можно не давать. Да, они не дали. Им так и не дали, то есть сказали, а вы, говорит, вот. Прокуратура, через суд, через решение суда мы тогда сдадим. А так нет. То есть там подергались, подергались. А, у вас же уже тоже случилась такая ситуация. Фе, это самое, кто, господи. Абеп, что ли, приходил в это самое, затребовал списки? Чуть не помню, в какой первичке. Их точно так же послали. Они ходили такие, да мы же Абеп, мы же почти ФСБ. Говорят, а нам пофиг, через суд идите. Вот, то есть так же списки никакие не отдали. И ничего, никаких последствий, ну вот я не помню в каком. А нет, в Пензе, наверное. В Пензе, наверное, потому что у них большое количество, мы не пытались понять, кто там, какое количество людей. На сегодняшний день у города Пензе есть, как бы, помещение под профсоюз действия с оргтехникой уже. Главный врач считается с этим профсоюзом. Их уже вызывали, и они уже сидят на коллективных переговорах, у них большее число. Вот с профсоюза действия там 5-6 делегатов было на коллективные переговоры, с внутреннего профсоюза 2. То есть, вот, они сейчас 3 месяца, они, кстати, тоже затребуют помощь в Москве и в коллективные переговоры. Эта фотография прошла уже по интернету, где фотография, там, флаг действия, и написано, ну, из Пензы. То есть, они получили помещение, там нормальный, чистый, красивый кабинет, там вывески действия. И у нас, кто, ты тогда смеялся, что там портрет Ленина висит? Да, портрет Ленина висит. То есть, там у них нормальный, а что, мужчина? То есть, сейчас у меня предложение какое? На каждой подстанции должна быть группа активистов, которая начнет распространять информацию. Тот, кто активно это действует, тот, кто активно начинает агитацию, диктофон иметь прямо на готове. То есть, как только какие-то там фразы, как только какие-то разговоры с администрацией, его, если лежит в удобном положении, включили, записали разговор, чтобы никаких... То есть, ваша самая первая задача, это защитить тех, кто развивает ПРУССОЮЗ. Все услышали? Да. То есть, первая задача не подставиться под удар, да, а действовать спокойно. То есть, профсоюз должен расти, но не подставляться под удар. Возьмите с собой заявление, люди, которые сегодня пришли на собрание, и распространяйте у себя на подстанции. Мы сейчас вам можем раздать, чтобы вы в слове, если есть пидж, у себя дома распечатали. Вы распространяйте спокойно. Настройте связь, чтобы вы были на связи все время. Чат ли это будет, или как-то вы звонками где-то... Чат у них есть, да. Чтобы вы все время были на связи. Случай еще у кого, все должны знать. Татьяна Смольный. Кому ты пинет, я слушаю, товарищи? Кому ты пинет, я слушаю, товарищи? Кому ты пинет, я знаю, что это... Вот, хотела, по пункту Федшимов сказать, кому интересно. Давайте послушаем. Сейчас расскажу свое описание. В общем, я в течение года пишу в прокурату, в Трудовую инспекцию, на сайте Скворцово уже написала, на сайте нашего министерства, по поводу денег, которых нас областных обманули. Мне присылают очень много бумаг, каждый раз толще и толще. В общем, все по закону. Вот это все я передала юристу уже, но вот это последнее счет я не получила, вчера я не получила. Вот, передам. Но она говорит о том, что возможно... Ань, возможность есть на деньги, которые мы недополучили, областные. Просто она его составит, грубо говоря. Ну, наверное, я еще с кем-то пойду, представляете, это в суде, потому что, как она мне заявила, сразу всем пойти, это будет, ну, как бы минус нам. Потому что суд может посмотреть, что очень много денег надо будет выплачивать, правильно? Я пойду, допустим, с кем-то, в нашу пользу, дай бог, все сделают, а там уже потом все остальные уже пойдут по стопам вот этого положительного решения суда. Вот так вот, ну, иск возможен. В общем, Самарская область очень много пишет. Денег на закупку машин нет. Как они говорят? Да, нет. Вот, я считаю, тут очень много. Это только они говорят? Да, да, да. Вот, короче, даже написали мне зачем-то, что вот единую компенсационную выплату, кто получил 500 тысяч, что теперь они должны вернуть. Я это и не спрашиваю, но они мне и это написали. Ладно. Короче, территория обслуживания. Нам же последний год добавили территорию, мы стали ездить в город. Я задаю министрам вопрос. А почему, вот юристы говорят, к этому приказу, да, вот, приказ 17.05.2017 года, был приказ, что областная станция скорой помощи расширяется границ. Ну, вы, наверное, в курсе. Да, вот. Но к этому приказу должно быть денежное, как бы, приложение. Говорят, где оно? Оно должно быть юридическое. Вот, меня заверяет Самарское министерство, что его нет, этого приложения. Вот, они уже заявляют. Вот, это тоже можно как-то в суде, ну, как, как нет. Расширение было, как бы, это, зон объема. Вот, ну, вот, насчет этого тоже передам юристам, и что она мне, она мне прямо на днях скажет, что можно сделать. Надо пробовать. А знаете, что интересно, хочу сказать, вот, недавно Григорий Вячеславович писал, как только дошло дело до забастовки, сразу нашли деньги. Сразу. Вот, убирались изо всех сил, вот, понятно было, ну, все, сейчас они сдохнут, ну, нет денег, все. Как только дошло дело, ну, все, завтра начинается забастовка. Ой, нашлись. Где были? В кармане лежали. То есть, человек сидел на этих деньгах, и вот, до самого последнего момента, потом они нашли. Кто из подстанций не получил заявление, не получил агитку? Посмотрите, пожалуйста, вот, сразу, не подстанции, все получили агитку и заявление, что прожили. Агитка, там, выживка из полдоговора, за что предлагают бороться действиями? Нет, 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 я извиняюсь. Там, в логике листах было написано следующее. К чему, это, к чему можно стремиться получить неколективного добра? То есть, мы можем выставить какую-то плату по размерам денег, которые мы будем получать, по размерам отпуска, требовать, что мы можем требовать. То есть, там, смотрите, цель какая? Прописав, прописав повышение отпуска в полдоговоре, вы становитесь независимыми от салюта. То есть, неважно, как, они что там насчитают. Если у вас в полдоговоре прописано плюс, там, 10 дней к отпуску, они не смогут этого снизить, потому что это другой документ. То есть, он не касается условий труда по, скажем, салют, он касается вашего положения на предприятии. Повышение зарплаты, сколько должно быть за ночные доплаты, все прописывается. Можно обязательно прописать двойную оплату за переработку и фиксировать переработку. То есть, вы в полдоговоре можете написать, как вы фиксируете переработку. Вот сейчас человек говорил, что на полтора часа позже приехали. Весь экипаж написал акт, что приехали позже. Пошел и отдал, что вот за эти полтора часа у вас должна быть двойная оплата. Двойная оплата. А это плохо, что ли? У вас должен быть... Это вы будете решать сами. Я вам пример привел по полдоговору. То есть, вы в полдоговоре можете выбить себе, что у вас переработка по двойной оплате. Вот смена закончилась, если экипаж едет, то есть, он приезжает позже, у вас должна быть фиксация. То есть, как вы фиксируете переработку, прописываете в полдоговоре, и в полдоговоре прописываете. То есть, у вас идет один акт в профсоюз, а один акт идет в бухгалтерию. Отдали, да. И они обязаны оплачивать. А вы уже за этим снимаете. А вот у нас на консанции сказали, что в первую очередь не оплатят. Если вы полдоговор записываете, то, что они говорят языком, несполезно. То есть, у вас полдоговор это главный документ. Девяту. Девяту приедет под глава Лаврия Петровича. Представитель, где-то российские государства, мы решаем задействовать... Федерально уже. Берите два козла, что человек только увидит Никакого конкретного Что я с ним встречался Нормально, адекватный человек Вот он к вам приезжает То есть приходите все Какой он когда-то Ну, вот мы будем у вас помещать Ну, скорее всего, в школе тоже Потому что где-то вообще Кого нет в беседе Вайбера или ВКонтакта? Не вы чего? Давайте, кого нет Вы сейчас подойдете к Татьяне, чтобы с ней связаться Чтобы у вас эта информация не пропадала Потом будет создана группа Тогда уже будем эту группу распространять Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok